Игрушка возрастом в несколько тысяч лет. По данным историков, первые куклы появились еще в Древнем Египте. Тогда их делали из ткани и украшали бусами. Наши предки мастерили так называемых мотанок, которые служили оберегами. Все эти техники освоила запорожская рукодельница Людмила Позывайлова. Уверяет, сделать куклу может из подручных материалов. Свои творения показала запорожским детям на выставке, а заодно рассказала о том, как появились игрушки. Кукла Аня, Алиса, Аделька Карамелька, Мэри и другие расположились среди книг в областной библиотеке «Юный читатель». Здесь организовала выставку игрушек рукодельница Людмила Позывайлова. Говорит, мастерит кукол с самого детства. Ко всем творениям относится с любовью. Отмечает, своя история есть у каждой куклы. Этот тряпичный Артемка не исключение. Мне очень хотелось пошить мальчика, такого вот, знаете, хулигана. Ну, чтобы он играл на скрипке. Когда я пошила мальчика, я поняла, что он и не хулиган, и играть на скрипке он не будет. Это как, знаете, такую историю сочинила про него. Артемка родился у папы с мамой сын. Папа с мамой хотели, чтобы мальчик стал музыкантом, чтобы он играл на скрипке. А сын любит животных. У него есть кошка, собака и даже морская свинка. В библиотеке школьники узнали истории не только отдельных кукол, но и о том, откуда взялись игрушки. Сегодняшняя выставка мне понравилась тем, что авторы этих кукол делают их самостоятельно и вкладывают туда свою душу. Ну, и делают их такими и для детей, и для взрослых. Ими можно и играть, и ставить их просто. Ну, и вообще я узнала нового в том, что я не знала, когда они произошли, где первые нашли куклу, как они делались раньше. И что это было таким большим искусством для Китая и разных других стран. Также мастерица показала детям, как из ниток и ткани сделать куклу-мотанку. А библиотекари пообещали ребятам в ближайшее время организовать вместе с рукодельницей полноценный мастер-класс по изготовлению куколок-оберегов.